Всем привет! Меня зовут Аня и я хочу сегодня вам рассказать об одном потрясающем проекте, который мы с моими друзьями готовим уже почти два года. И принять участие и поддержать этот проект я хочу предложить вам. Речь пойдет об организации выставки для уникального художника Игоря Содиковича Липман. Это очень близкий и любимый мне человек, так как речь идет о моем отце. Он родился 28 января 1963 года и стал очень поздним подарком для своих родителей. Его маме, моей бабушке, было на тот момент почти 46 лет, когда она родила его, несмотря на то, что медицина не была развита как на сегодняшний день. Игорь рос необыкновенным ребенком. С самого детства всем играм и развлечениям он предпочитал чтение книг и свое любимое занятие это рисование. Когда ему было чуть больше двадцати лет, закончив служить в армию, он поступил в Калининское художественное училище имени Алексея Гавриловича Винциана. Именно в то время было написано огромнейшее количество его работ, которые очень сложно определить к одному или к одному всего лишь жанру. Вообще, если рассматривать искусство 80-х, 90-х, то оно было очень разносторонним и очень смелым. Таким же творчеством было и моего отца. До сих пор его картины, его творчество вдохновляет и восхищает профессиональных художников, а также людей, которые просто любят изобразительное искусство. В начале 90-х Игорь перебрался обратно в свой родной город Псков, где устроился на работу в архитектурную студию и начал свою карьеру дизайнером. В то время родилась и я, его любимая дочка. До сих пор помню ту квартиру, его студию, наши уроки живописи, рисунка и так далее. Это все было очень интересно и очень многое дало мне в этой жизни. Но, к сожалению, работа дизайнера занимает очень много времени и сил, поэтому папа очень сильно переживал, что не может в должное время отдавать создательному творчеству, безвозмездному рисованию, тому, что ему, честно, от чистого сердца нравилось. И я думаю, что это большая проблема у каждого из художников, когда мы тратим свое время на реализацию самого себя, а получение выгоды. В 1997 году я взял трагический погиб, когда мне было всего лишь 8 лет. На тот момент я, наверное, не понимала еще ценность жизни, времени, семьи и человека. Часто люди, уходя из жизни, со временем забываются. Но только не те люди, которые подарили нам частичку себя, частичку своей души, которые подарили нам возможность безвозмездно созерцать их творчество. Именно таким человеком был Игорь Липов. Моя семья очень бережно и долгие годы хранила его картины. Ведь там скрыта душа Творца, там скрыт целый мир, которого мы еще многие не видели. И, имея такой материал в своих руках, я посчитала своим долгом. Своим долгом не дать пропасть этим эмоциям, этим краскам, этим мыслям, в конце концов. И было принято решение провести выставку в городе Тверь, где, собственно, и учился, и где, собственно, и было создано огромнейшее количество этих работ. Где описаны улицы, дома, люди. Возможно, люди, которые придут на эту выставку, смогут узнать в этих картинах частичку себя, своих друзей или родственников. Так как творчество Игоря нельзя отнести к одному определенному жанру, мы для вас подготовили три разных темы. Это графика, живопись и зал творчества, где мы представим вам разнообразное сочетание и креативное сочетание всевозможных стилей. В этом зале для посетителей будет представлено огромнейшее количество сюрпризов. Это будет своего рода интерактивная площадка, где люди смогут разбудить в себе спящего творца, креативного человека и любителя творчества. Также нам хочется креативно показать черновики художника, найденные нами. Уже в процессе подготовки находится клип, видеоряд, который мы покажем на большом экране, который сможет удивить и вдохновить посетителей выставки, ожившими рисунками. Для проведения выставки, к сожалению, мало иметь времени и сумасшедшего желания. Нужно еще обладать и огромными денежными средствами. Именно поэтому мы и обратились к вам. Для чего нам необходимы эти денежные средства? В первую очередь для оформления картин, которые 18 лет появились. Также нам необходимо организовать пространство, то есть аренда зала и аренда различной аппаратуры, для того чтобы мы могли устроить интерактивную площадку. Также это создание каталогов, шаблонов, рекламной информации, афиш и так далее. То есть различная печатная информация. Целью данной выставки является не только дань памяти Игоря Ливого, но и вдохновение других людей на решения в их собственные, на смелые решения в их собственной жизни и творчестве. Мы таким образом можем вместе подарить людям возможность созидать, створить здесь и сейчас. Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем проекте и получайте от нас разные творческие подарки. Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем проекте. Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем проекте. Продолжение следует...